Самой волнующей случайной находкой в моей жизни была 10-долларовая купюра в старой зимней куртке. Но некоторым людям везет больше. Они находят подземные города, которым сотни лет. Или создают изобретения, которые превращают их в миллионеров. Липучка была изобретена после обычной прогулки по лесу. Создатель кукурузных хлопьев Келлокс вдохновился сломанным зубом, а Плейдо спас от краха бизнес-империю благодаря случайности. В 1998 году инженер-электрик Джон Уильямс обнаружил нечто похожее на электрическую вилку, торчащую из земли. Он начал копать и заметил, что она застряла в небольшом камне. Это происходило в сельской местности в Северной Америке, вдали от цивилизации, промышленных комплексов, фабрик и электронных заводов. Этот электронный элемент, встроенный в твердый гранитный камень, получил прозвище «Энигмолит» и ценник в 500 тысяч долларов. Некоторые ученые уверены, что это мистификация, а не сувенир, оставленный посетителями из космоса, как утверждает Уильямс. Но человек, нашедший камень, хотел доказать, что это настоящий фрагмент древней технологии, что-то вроде электрического разъема. Если это не обман, то эта маленькая находка может служить доказательством того, что люди или другие цивилизации прошлого были гораздо более развитыми, чем мы думали. Они, должно быть, сумели изобрести способ передачи электричества задолго до появления людей в XIX веке. Уильямс предложил ученым взглянуть на его находку и установить, что это на самом деле не вскрывая камень, но желающих не нашлось. Уильямс проконсультировался с инженером и геологом, и оба подтвердили, что на электронном компоненте не было следов клея. Он также не был припаян, поэтому должен быть таким же старым, как и скала, возраст которой, согласно геологическому анализу, составляет около 100 тысяч лет. Доктор Джон Келлок придерживался философии биологического образа жизни. Регулярные физические упражнения, массаж, много воды, отказ от вредных привычек, кофеина и мяса. В конце XIX века он возглавил Институт здоровья в Мичигане. Однажды он смешал муку, овсянку и кукурузную муку. Он считал, что если запекать цельные зерна при высокой температуре, то они будут легче для желудка и в целом полезнее. Он испек эту смесь дважды, и сначала получилось печенье. Но один пациент сломал об эту версию зуб. Тогда доктор решил разбить печенье на мелкие кусочки. Сложно точно определить, как именно появились кукурузные хлопья Келлога, ведь существует множество версий этой истории. Жена Келлога, Элла и его брат Уилл утверждают, что они сыграли свою роль в создании хлопьев, наряду с несколькими другими членами семьи и персоналом клиники. По истории компании, все произошло однажды ночью в 1898 году, когда теста для пшеничных хлопьев слишком долго пролежала в холодильнике и забродила. При раскатывании теста превратилось в идеальные крупные тонкие хлопья, которые в духовке стали хрустящими и аппетитными. В течение следующих нескольких лет Уилл Келлог продолжал совершенствовать рецепт и понял, что кукурузные, а не пшеничные хлопья получаются еще более хрустящими и вкусными. Его бренд кукурузных хлопьев Келлогс превратился в многомиллиардную компанию. Швейцарский инженер Жорж де Местраль однажды отправился на прогулку со своей собакой и вернулся с идеей, которая впоследствии отправилась в космос. Когда они вернулись из леса, де Местраль заметил, что его штаны и шерсть собаки покрыты крошечными колючками растения дурнишник. Он изучал колючки под микроскопом и заметил, что по форме они напоминают крошечные крючки, которые цепляются за петли на одежде и мехе. Он решил повторить эту природную технологию, чтобы создать сверхпрочную застежку, имеющую множество практических применений. В течение нескольких лет он тестировал различные материалы для своего изобретения и в конце концов остановился на нейлоне. Ему также потребовалось разработать специальный ткацкий станок, который мог бы переплетать волокна нужного размера, формы и плотности. Де Местралю потребовалось в общей сложности 14 лет, прежде чем он представил миру липучку. Де Местраль надеялся, что его изобретение заменит молнию на одежде, но мир моды счел липучки дешевыми и непривлекательными. Но в НАСА так не считали, и в 60-х годах использовали липучки для космических костюмов и шлемов астронавтов. Теперь они используются повсюду – от обуви до игрушек и подушек для сидений в самолетах. До середины 20 века большинство домов отапливалось углем, от него по всему дому оставалась сажа, которая была особенно заметна на обоях. Крупнейшей компанией, продававшей средства для чистки обоев, была Кутол Продактс. Но в 50-е годы все больше людей перешли на газ, нефть и электричество, и проблема сажи была в основном решена. Владелец компании Кутол Продактс пытался спасти свой бизнес. Однажды его невестка прочитала, что средства для чистки обоев можно использовать для изготовления праздничных украшений. Она работала воспитательницей в детском саду, и лепка из пластилина была довольно сложной для ее учеников. Поэтому она решила испытать этот материал для лепки различных фигур. И это отлично сработало. Она рассказала своим родственникам о своем открытии и предложила название для него – Play Doh. Компания Кутол была на грани банкротства, поэтому это была отличная альтернатива для нового бизнеса. Вскоре новой игрушкой заинтересовались магазины Мэйсис и Маршал Филд и начали ее продавать. Изначально Play Doh был только одного цвета – белого, но вскоре ассортимент расширился красным, синим и желтым цветами. Создатели также внесли несколько изменений в оригинальный рецепт, но состав остается почти таким же, как когда его использовали для чистки обоев. Городская легенда гласит, что если вы возьмете всю когда-либо произведенную массу Play Doh и пропустите ее через игровой набор Fun Factory, вы получите змею, которая обернется вокруг планеты 300 раз. Один мужчина в Турции ремонтировал свой дом и кувалдой разрушил стену в подвале. За этой стеной он обнаружил туннель, который вел в древний подземный город. Да-да, туннель вел к другим туннелям, а затем к залам и камерам. Оказалось, что это целый подземный комплекс с 18 этажами и без единого жителя, заброшенный давным-давно. Это был город Деринкую, построенный тысячи лет назад и вмещавший до 20 тысяч человек. Тот, кто его строил, обладал большим мастерством, ведь прокладывать туннели в мягкой породе довольно просто, но пещеры представляют большую угрозу. Ни один из этажей Деринкую никогда не обрушивался. В городе была сложная система вентиляции с более чем 15 тысячами шахт. Верхние уровни имели лучшую вентиляцию и использовались для жилых и спальных помещений. Нижние уровни использовались в основном для хранения, но там также была тюрьма. Между ними находились помещения для домашних животных, школа, монастырь и небольшие церкви. Джон Мартин, профессор лесного хозяйства, однажды ночью исследовал лес в Висконсине. Он светил ультрафиолетовым фонариком в крону деревьев, чтобы найти лишайники, грибы, растения и лягушек, которые светятся под ультрафиолетовым светом. И вдруг он услышал, как белка-летяга черекает у птичьей кормушки, направил на нее фонарик и увидел, что она светится розовым светом. Профессор рассказал об этом своему коллеге, и они решили провести дальнейшее расследование. Они проверили несколько шкурок белоклетяк в музеях, чтобы узнать, часто ли среди них встречается это розовое свечение. Оказалось, что почти все образцы белоклетяк имели такую же розовую флуоресценцию. Нелетающие белки не светились вообще. Другие животные с флуоресцентным мехом, такие как тупики и хамелеоны, светятся голубым светом под ультрафиолетовыми лучами. Единственными другими млекопитающими с флуоресцентным мехом являются около 20 видов опоссумов. Они живут в разных экосистемах и имеют разный рацион. Единственное, что их объединяет с белками-летягами, это то, что все они активны ночью. А обычные белки предпочитают солнечный свет. В условиях низкой освещенности ультрафиолетового света достаточно, а ночные животные нуждаются в ультрафиолетовом зрении. Таким образом, розовое свечение может быть связано с ночным восприятием и навигацией, особенно в холодных и снежных условиях. Или же это может быть способ самцов белок-летяг привлечь потенциальных партнерш. Это также может быть мимикрией. Субтитры создавал DimaTorzok